В этот день 23 сентября родились. Алексей Суворин – знаменитый русский издатель. Надежда Кашеверова – советский режиссер-сказочник, автор фильма «Золушка» 1947 года. В этот день 23 сентября 1839 года в Москве был заложен Храм Христа Спасителя. 23 сентября 1980 года в Северодвинске спущена подводная лодка «Тайфун» – второе название «Акула», самая большая в мире. 23 сентября 1921 года в Советской России учредили инспекцию по работе с беспризорными детьми. На Руси юродивых и профессиональных нищих было немало. Однако, как ни странно, толпу детей-беспризорников почти не было. До самого начала 20 века судьбу осиротевших крестьянских детей довольно оперативно решали все миром, то есть на сходе. Миром назначали опекуна, в некоторых губерниях даже принудительно, но это редкость. В целом, приютить сироту считалось делом богоугодным, вот о чем свидетельствует журналист из Тверской губернии. По народным воззрениям, пользоваться прибытком от имущества малолетних или приплодом от скота опекун не имеет права. Доходы должны идти на нужды малолетних. Первая мировая гражданская война, революция – это все сломало вековой уклад. Погибли миллионы взрослых, а их дети оказались на улице. В 1920-е годы это был пик беспризорности в России. Более 7 миллионов бородяжек. Синично и жестко сказал об этом Надежда Крупская. Детская беспризорность – одна из издержек революции. Всем этим детям угрожала смерть от болезни, свирепствовал тиф и голода. Да и сами они несли в себе совершенно очевидную угрозу. Банды, банды из малолетних оборванцев буквально терроризировали крупные города. Этой проблемой, начиная с примерно 21-го года, занялись первые лица государства. Комиссии, инспекции. Появился Государственный совет защиты детей во главе с Луначарским. Только что созданную комиссию по улучшению жизни детей возглавил Дзержинский. Учет беспризорников в сфере милиции, ГПУ даже угрозыск. Порой в городах проводили специальные переписи беспризорных. Саратов, 24-й год. Доктор Соколов, организатор переписи. Действительность превзошла наши прежние представления. Многие сотни детей находятся в таких условиях, которых не придумает и пылкая фантазия. Грязь физическая и грязь моральная. Вот что их окружает сейчас. Они живут минутой, ища по своему счастья и радости в самых грубых, циничных, порой отвратительных эксцессах. Валяются дети на полу и закрываются от холода грязными тряпками и своими лохмотьями. Почти все дети не имеют обуви и ходят басы. Наконец, таких детей начали отлавливать на улицах, вокзалах, снимать с поездов и отдавать на перевоспитание в приюты и трудовые коммуны. В один такой детский дом для морально дефективных беспризорники шли сами. Он был открыт в 1920 году и находился под руководством Антона Макаренко. Трудовая коммуна имени Горького по тем временам считалась экспериментом. Она стала гибридом небольшого помещичьего хозяйства и кадетского корпуса. И вместо воспитателей в коммуне были командиры. И вместо группы классов звенья и отряды. И перед каждым из них стояла своя трудовая задача, с которой мог справиться любой воспитанник, обученный несложным профессиям. У них появились свои деньги, девочки даже имели приданные. Трудовая коммуна имени Дзержинского также появилась под началом Макаренко и также зарабатывала сама. Под руководством профессионалов бывшие беспризорники выполняли чертежи. На сложных станках изготавливали электроинструменты для производства военных самолетов. Сами делали фотоаппараты. Наш ответ немецкой лейке. Они назывались ФЭД. Феликс Эдмундович Дзержинский. Но это не было главным. Все-таки не зря Антон Семенович любил повторять. Мы здесь не фотоаппараты делаем, а людей. По-настоящему уникальным детский дом стал потому, что его воспитанники учились в школах. А значит имели возможность поступить в ВУЗ. А для детдомов середины 30-х это нельзя назвать обычной практикой. Постановление 1935 года о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности рапортовало о ликвидации массовой беспризорности. И в этом была своя правда. Самые страшные цифры статистики были позади. Однако впереди были еще репрессии 37-38 годов, которые заполнили приюты детьми врагов народа. А потом война. Увы, детские дома были нужны тогда, нужны они и теперь.